Эта киноэпопея создана при участии американских кинематографистов для широкого показа в США и других странах. В 20 фильмах использованы съемки советских фронтовых операторов и кинодокументы из зарубежных архивов. В Соединенных Штатах Америки, где многие не знают о решающей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, о сотрудничестве союзных держав в годы войны, эта кинопрограмма вышла под названием «Неизвестная война». Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы да и всего мира от фашистского порабощения. «Двадцать миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда». Леонид Ильич Брежнев В Соединенных Штатах Америки кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. В 8 октября 1941 года война между нацистской Германией и Советским Союзом продолжалась уже почти 4 месяца. Министр пропаганды Геббельс объявил по берлинскому радио, что Москва пала. Солдаты Гитлера заявил, он могут видеть кремлевские башни со своих передовых позиций. Еще 4-5 дней и флаг со свастикой будет развиваться над Кремлем. Немцы верили этим сообщениям. Многие верили, ведь Гитлер завоевал Западную Европу, разбомбил Лондон. Но здесь, в 25 километрах от Кремля, застыли символические противотанковые ежи. Здесь кончилась нацистская молниеносная война. Здесь, на подступах к Москве, солдаты Красной Армии и сотни тысяч мирных жителей, женщин, детей и стариков воздвигали оборонительные рубежи, чтобы не пропустить вражеские танки. Здесь было изменено течение войны на Восточном фронте. В начале декабря советская армия предприняла решительные контрнаступления. Она отбросила гитлеровцев более чем на 200 километров от Москвы. В первый раз в ходе Второй мировой войны непобедимый вермахт был остановлен. Наш фильм «Битва за Москву». Москва. Сердце советской страны. Здесь началась новая история России. Кремль. Главная резиденция правительства СССР. Отсюда Верховное командование руководило действиями советских войск. В 41-м году звезды кремлевских башен и золоченые купола соборов были покрыты чехлами серо-зеленого цвета для маскировки при воздушных налетах. На крыше гостиницы «Москва» были установлены зенитные батареи. В городе царила суровая атмосфера войны. Гитлер напал на Советский Союз, стремясь в короткий срок уничтожить эту огромную страну и все ее население. Главной своей целью он ставил захват Москвы. Предстояла гигантская битва. Жители столицы провожали своих мужей, сыновей и братьев на фронт. Они не теряли надежды, что война будет недолгой, враг будет повержен, и Москва примет свой обычный облик. КОНЕЦ КОНЕЦ Еще вчера текла спокойная мирная жизнь. Московичи думали о летних отпусках, наслаждались безоблачными теплыми днями. Заканчивал сезон Большой театр. Танцевала несравненная Галина Уланова. К середине июля враг преодолел уже половину расстояния до Москвы. Дорогой, которой когда-то шел Наполеон, фашисты подошли к Смоленску. Они уже находились примерно в 400 километрах к западу от советской столицы. Им казалось, что война для них вот-вот закончится. Вена, Прага, Варшава, Копенгаген, Осло, Амстердам, Брюссель, Париж, Белград были повержены. Теперь перед ними была Москва. В июле к Москве прорвались первые немецкие бомбардировщики. Нарастало ощущение грозной опасности. Строились оборонительные рубежи. Женщины и подростки работали наравне с мужчинами. У Смоленска Красная Армия сражалась не на жизнь, а на смерть, защищая Москву. Даже Гитлер признал неслыханную стойкость и упорство русской пехоты. Огонь! Десять советских дивизий попали в районе Смоленска в окружении. Но они заставляли немцев драться за каждый городской квартал. Армия Западного и Резервного фронтов задержали врага на Смоленском направлении на целых два месяца. Впервые в ходе Второй мировой войны гитлеровские дивизии перешли к обороне. К тому времени фашистское командование опубликовало фантастические цифры русских потерь по всему фронту. Два с половиной миллиона человек, 22 тысячи пушек, 1800 танков и 12 тысяч самолетов. Если принять эти сообщения на веру, то Красная Армия была уже уничтожена. Ведь эти цифры, по подсчетам германского командования, составляли общую численность советских вооруженных сил в предвоенные годы. Но гитлеровцы просчитались. Русские сражались с невиданным упорством и наносили удар за ударом, срывая планы молниеносной войны. К тому времени на советскую столицу обрушились эскадрильи Геринга. Те, что бомбили Варшаву, Лондон, Ливерпуль, Роттердам, Белград. Московское метро стало убежищем для сотен тысяч людей. За первый месяц налетов на Москву фашисты потеряли около 200 бомбардировщиков. А в эти часы дети глубоко под землей привыкали к новому образу жизни. Лишь отдельные самолеты прорывались к Москве. Бомбежки не нанесли серьезного ущерба столичным учреждениям и заводам. Большинство предприятий уже переключилось на производство вооружения. Несмотря на воздушные налеты в августе и сентябре, на фронт бесперебойно направлялось оружие, боеприпасы, военное снаряжение. Немецкие летчики не выбирали целей. Однажды их бомбы угодили даже в здания посольств Италии и Японии, их союзников. Конечно, в Москве были и пожары, и жертвы. Были повреждены Московский университет, знаменитый Вахтанговский театр, ресторан «Прага». Одна бомба попала на территорию Кремля. У московских детей появилось новое занятие. Они собирали осколки бомб, сделанных в Германии. Вот так для многих гитлеровских асов завершались бои в московском небе. Каждое утро начиналось с ожидания новостей с фронта, но сводки не радовали. В конце сентября фюрер решил принять личное участие в событиях на Восточном фронте. На совещании в штабе группы армий «Центр» он объявил, что Москва должна быть окружена так, чтобы ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог ее покинуть. Гитлер приказал захватить, а потом затопить Москву. Огромное море должно скрыть русскую столицу от цивилизованного мира. Эта операция получила название «Тайфун». В конце сентября фельдмаршал фон Бок двинул на Москву по фронту протяженностью около 600 километров 74 дивизии. Из них 14 танковых и 8 моторизованных. В операции участвовало 1 миллион 800 тысяч солдат и офицеров, 1700 танков, более 14 тысяч пушек и минометов, около 1400 самолетов. У Красной армии было 1 миллион 250 тысяч солдат и офицеров, 7600 пушек, 990 танков и 670 самолетов. Гитлер приказал нанести последний решающий удар, чтобы разбить противника до наступления зимы. Через три дня после начала наступления гитлеровцы прорвались в центре советской обороны. На четвертый день взяли Орел, сковали крупные силы советских войск под Вязьмой и Брянском. Геббельс заявил, что уничтожение этих армейских группировок определенно приблизило конец войны. Но и в окружении советские солдаты, истекая кровью, продолжали яростно биться с врагом. Их стойкость и самоотверженность сковывали действия фашистских танковых армад. Это позволило советскому командованию вывезти с боями из окружения оставшиеся войска. В начале октября 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования вызывает генерала Жукова из Ленинграда. Маршал Советского Союза Жуков вспоминает. Седьмого числа я вылетел в Москву. В Москву прилетел уже вечером и сразу же направился на квартиру Сталина в Кремле. Сталин болел гриппом, но работал. Поздоровавшись кивком головы, он предложил посмотреть на карту и сказал «Вот смотрите, какая сложилась обстановка на западном направлении. Не могу, говорит, добиться ясного доклада, что происходит сейчас, где противник, где наши войска. И если вы можете, поезжайте немедленно в штаб Западного фронта. Разберитесь там с обстановкой и позвоните мне в любое время, суток, я буду ждать». На западном направлении сложилась крайне опасная обстановка, что все пути на Москву по существу были открыты. Это был наиболее критический момент. Москва готовилась к уличным боям, к сражению до последнего. Из города выехал дипломатический корпус. Эвакуировались многие правительственные учреждения. На восток вывозились целые заводы. Сталин и Ставка остались. Жуков немедленно выехал из Москвы, чтобы помочь разобраться в ситуации непосредственно на фронте. В районе Можайска была создана и приведена в боевую готовность новая линия обороны. 10 октября Жуков был назначен командующим Западным фронтом. В этот тяжелый час Центральный комитет Коммунистической партии, Государственный комитет обороны приняли решительные меры, чтобы преградить врагу путь к столице. Немцы находились уже в 70 километрах от города. И москвичи слышали отдаленные звуки артиллерийской канонады. Тяжелая весть. Москва на осадном положении. Московские городской и областной комитеты Коммунистической партии призвали всех на защиту города. 450 тысяч москвичей, женщины, старики, дети в осенней грязи, в холоде, под огнем врага рыли противотанковые рвы, строили укрепления. Создавалось народное ополчение. В рабочие батальоны и коммунистические отряды добровольно шли ученые, писатели, студенты, все, кто не ушел на войну по возрасту или болезни. Невыносимо была сама мысль, что гитлеровцы могут войти в их город. Над нашими домами разносится набат Из-за темненья улицы отдела Ты обучи любви Арбат А дальше, дальше наше дело Ты обучи любви Арбат А дальше, дальше наше дело Расписки, завинтовки с нас взяли писаря Но долю себе выбрали мы сами Прощай, Москва, душа твоя Всегда, всегда прибудет с нами Прощай, Москва, душа твоя Всегда, всегда прибудет с нами Поэт Булата Худжава, участник войны Посвятил эту песню москвичам, защищавшим столицу Прощай, Москва, душа твоя Всегда, всегда прибудет с нами Стремясь обойти Москву с юга 30 октября танки генерала Гудериана достигли Тулы Но им так и не удалось взять этот город Тула не пропустила Гудериана И фашистским танкам пришлось обойти этот город Здесь их встретили новые русские танки Т-34 Которые превосходили все, что имелось в арсенале вермахт Вместе с частями Красной Армии под Тулы сражались 4 тысячи бойцов народного ополчения Вплоть до сего момента, отмечал Гудериан в начале октября Мы имели превосходство в танках Начиная с этого момента ситуация изменилась На немецкой оперативной карте отмечен еще один рубеж обороны Здесь горстка юных курсантов из двух военных училищ Встала на пути железной мощи вермахта Им удалось задержать фашистов ценой собственной жизни Советская стратегия заключалась в том Чтобы ослабить продвижение вражеских танков Измотать, задержать врага Подтянуть мощные подкрепления А затем контратаковать И каждый бой на подступах к Москве Давал советскому командованию время для перегруппировки сил и подготовки резервов У разъезда Дубосекова оборонялось всего лишь 28 человек Из дивизии генерала Панфилова Но они остановили 50 немецких танков Навсегда вошли в историю слова политрука Василия Клочкова Россия велика, а отступать некуда Позади Москва Клочков был убит Погиб генерал Панфилов Десятки тысяч советских воинов отдали свои жизни, защищая Москву Память о них будет жить в веках ПОДПИШИСЬ НА КОНЕЦе ПОДПИШИСЬ НА КОНЕЦе Субтитры создавал DimaTorzok Москва, октябрь 41-го. Гитлер сказал Муссолини, город будет взят, причем мы не потеряем ни одного человека. Немцы готовились к решающему броску. Войска СС уже получили инструкции, что делать с Москвой после ее захвата. Первое. Занять Московский комитет коммунистической партии. Второе. Штаб-квартиру Международной организации помощи рабочим. Затем бань, телеграф, телефон и управление милицией на Петровке 38. Было отмечено приглашение на парад фашистских войск на Красной площади. Но вскоре мир узнал о другом параде. 7 ноября 1941 года, когда немцы стояли у стен Москвы, на Красной площади состоялся традиционный парад советских войск. К защитникам Москвы, ко всему народу, обратился Сталин. КОНЕЦ С парада прямо на передовую. В то же время, вспоминал маршал Жуков, из глубины тыла генеральный штаб направлял на фронт пехоту, танки. С 1 по 15 ноября Западный фронт получил в виде подкреплений 100 тысяч солдат, 300 танков и 2000 орудийных стволов. В ту зиму земля была твердой, как камень. Морозы становились все сильнее. Немцы, которые рассчитывали завершить войну до наступления зимы, стали готовиться к ней в последний момент. Сам Гитлер следил за приготовлениями к зиме. Со всей оккупированной Европы собирали для немецких солдат теплую одежду, рождественские подарки. Правда, шуб из Норвегии не хватало. Фюрер приказал начать новое наступление 15 ноября. Они были уверены в своем успехе, надеялись, что зимовать будут в теплых московских квартирах. А пока им приходилось утепляться газетами, некоторые использовали даже листовки, обращенные к русским. Плен – это единственное средство остаться в живых, так как вопрос уже окончательно решен. Днем 2 декабря гитлеровские войска достигли Красной Поляны, расположенной в 27-30 километрах от центра Москвы. Это было самое близкое расстояние, на которое немцам удалось подойти к Москве – мечте Гитлера. Теперь советская столица находилась в радиусе обстрела тяжелой артиллерии. Намечены цели. И главное – Кремль. Но фашисты пробыли в Красной Поляне меньше одного дня. Их выбили оттуда части Красной Армии. В штабе Жукова уточнялся план советского контрнаступления под Москвой. По плану операции удар должен быть нанесен на западном направлении в полосе шириной более 800 километров, силой 100 дивизий. В распоряжении Жукова были переданы стратегические резервы. Это были дивизии из Сибири, Урала, Поволжья, Казахстана. Сильные, свежие, хорошо обученные и хорошо вооруженные войска. Казахстан 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 Пятого декабря советские войска начали наступление. К северу от Москвы Калининским фронтом командовал генерал Конев. Казахстан Огонь! Казахстан Немецкие оборонительные линии не выдержали мощной атаки советских войск. В течение 48 часов весь центр гитлеровской армии оказался под сильным давлением. Генерал Рокоссовский, командующий 16-й армией, вспоминал. Мы понимали, что победа в этой гигантской битве, развернувшаяся на огромном пространстве, где участвовали войска трех фронтов, являлась переломом в ходе почти всей войны. Гитлер приказал не отступать, но выполнить этот приказ было уже невозможно. Три основных группировки немецких войск потеряли связь друг с другом. Армии, группы, центр были близки к панике. 6 декабря Гудериан записал в своем дневнике. Все жертвы и все усилия наших блестящих войск провалились. Мы потерпели серьезное поражение. За 10 дней его войска отступили на 160 километров. 20 декабря он попытался сообщить Гитлеру, что его войска истощены и измотаны. Гитлер назвал Гудериана трусом и через неделю отозвал его в тылу. К концу февраля в сводках немецких штабов указывалось, что десятки тысяч солдат обморожены. И этим еще повезло. 210 тысяч было убито. 47 тысяч пропало без вести. Около 750 тысяч раненых. Пошатнулась вера фюрера в идеалы фашизма. Но гитлеровские войска продолжали оказывать упорное сопротивление. Советское контрнаступление придало битве гигантский размах. С обеих сторон в ней участвовало около 3 миллионов человек. Две с половиной тысячи танков, около двух тысяч самолетов, более 20 тысяч пушек и минометов. Красная армия продолжала преследовать врага всю зиму. Отступая, оккупанты опустошали деревни и города. Советских воинов встречали с радостью. Субтитры создавал DimaTorzok Дом — это дом, даже если он разрушен. Председатель городского совета вернулся к исполнению своих обязанностей. Первый митинг. Почти три месяца они не собирались вместе. Субтитры создавал DimaTorzok И снова Красная Армия шла вперед. КОНЕЦ 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 Освободители вступали в зону выжженной земли, полную дыма и обугленных руин. КОНЕЦ Фашисты жгли даже зерно, которое не могли увезти с собой. КОНЕЦ КОНЕЦ ЛИШЬ НЕМНОГО КОНЕЦ КОНЕЦ Уходя, фашисты уничтожали все, что могли. Город Клин, дом Петра Ильича Чайковского. Фашисты сожгли оригинал клавира его бессмертной шестой симфонии. КОНЕЦ Ясная поляна. Дом Великого Толстого. КОНЕЦ В этой комнате Лев Толстой писал «Войну и мир». Гитлеровцы устроили здесь казарму. Уходя, они подожгли дом, осквернили могилу творца Анны Карениной и воскресенье. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Для фашистов не существовало ничего святого. Они даже убивали в храмах. Советские фронтовые кинооператоры представили миру первые свидетельства фашистского варварства. Нового порядка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот что хотели гитлеровцы навязать не только советскому, но и другим народам мира. Да, это действительно был новый чудовищный порядок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Новый порядок разрушал все, к чему он прикасался. Калечил души тех, кто выживал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Битва за Москву стала первым сокрушительным поражением Вермании. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Советские люди спасли свою столицу. Они развеяли миф о непобедимости гитлеровских армий. Они показали всему миру, что Советский Союз может изменить ход войны. Но угроза фашизма все еще висела над миром. Мы должны опять захватить инициативу, говорил фюрер. И благодаря превосходству немецкого командования и немецкого солдата навязать свою волю противнику. Союзники России были восхищены стойкостью советского народа. Сэр Энтони Идден, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что нигде на полях Европы не видел столько железного лома со свастикой. В те дни Аверил Гарриман, специальный помощник президента Рузвельта, прибыл в Москву для переговоров со Сталиным. Он вспоминает. Это было в сентябре, в начале октября 1941 года. Немцы стояли у ворот Москвы. Как вы помните, большинство военных считало, что Москва не сможет выстоять. Но Сталин был полон решимости удержать город. И русский народ ответил на его призыв. Мы провели четыре ночи со Сталином. И уехали убежденными, что Москва выстоит. Москауэрстрасс. Дорога на Москву. Она стала роковой для Гитлера. А советские солдаты шли дальше на запад. И народ благословлял их на подвиги воины победы. ПЕСНЯ 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 Наш следующий фильм – блокада Ленинграда. 900 дней и ночей защитники и жители Ленинграда противостояли гитлеровской армии, осадившей город. Они умирали от голода, гибли от бомбежек и обстрелов, но не сдались. И Ленинград стал городом-героем Великой Отечественной войны.